Ну, блин, капец. Ну что ж, ребята, так, так, так. Капец, блин, как же страшно. Какие-то звуки. Ну что ж, ребята, мы продолжаем проходить Distrained. Да, ребята, мы остановились. Тут какая-то комната красная. Так, кто-то шепчет мне под ухо. Куда же идти? Давайте пойдем сюда. Так, блин, тут ничего нету. Я не знаю. Давайте направо пойдем. Так, что же мне покажут сейчас? Что же покажут? Ах, блин, еб... Тыгдык. Фак. Ах. Ты, ты че, блин? Вообще охерел, что ли, а? Ты че так нежданчик прям такой? Так, давайте дальше пойдем. Ах, блин. Да хватит шептать. Блин. Ёбдык. Да ты, блин. Ах. Блин. Да все, можно ждать от этой игры. Так, надеюсь, сейчас уже не будет. Аааа, блин. Фак. What the hell? Эй. Ты че, ёпта? Ты, череп? Ты вообще офигел, что ли, а? Блин, хватит так пугать. Чудовище, блин. Ёптыкдык. Почему? Ааа, подождите, ребята. Это, наверное, наши воспоминания, которые мы проходили. Так, подождите, что-то что? Не знаю, давайте зайдем сюда. Ааа, мозг. Что происходит? Эй, бабули. Так, немного тише поставим. Бабули, вы что тут делаете? Что мне делать? Куда мне идти? Мой персонаж пропал. Эй, верните моего персонажа. Ааа. Не понял. Че за фигня? Привет. Я тут. А я тут. Ха-ха-ха. Я тут. А, прикинь, я отсюда вышел. А я отсюда вышел. Ха-ха. Да. Вот так вот, короче. Вот так вот можно играться. Ха. И что делать? И... Одна бабуля, как вы заметили, плачет. А остальные какие-то веселые ходят. Блин, это реально психологический трейлер. Ой, трейлер. Психологический хоррор. Ну, реально мозг взрывается. Ну, ребята, это вообще просто. И что мне делать? Что я должен делать, например, вот сейчас? Бабулька. Так. Эй. Что мне делать? Ответьте, пожалуйста. Может, ходить по кругу? Ага-ха, ага-ха. Мы ходим по кругу. И что делать? Пожалуйста, укрините меня обратно. А может, 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 с ними-то ходить вот так вот? Хоп, кучкой, кучкой. Хоп, хоп, хоп. Эй, бабули. Эй. Что мне делать? Ответьте мне. Почему я тут нахожусь? Блин, у меня аж мозг сейчас взорвется. What the fuck? А? What? Чё? Я упала. И не могла подняться. What the hell? И что? И что ты от меня хочешь? Ээээ, давайте ждём. Да, говорит мистер Прайс. Верно? Меня зовут Сюард... Стюардс. Прошу прощения за то, что беспокою вас. Столь поздний час. Что вообще происходит? Речь пойдёт о миссис Гудвин. Знаю, вы не её родственник. Но, боюсь, у неё больше никого не осталось. Она попросила меня позвонить вам. Вчера у неё случился инсульт. Ого! И как она сейчас? И как она сейчас? Несмотря на то, что её здоровье сильно пострадало, сейчас она в порядке. Однако, она падает духом. А уж если человек падает духом, то, как говорится, и тело чахнет. Мне больно это слышать. Да. Простите, я даже не знаю, что сказать. Понимаю. Но она попросила позвонить именно вам, мистер Прайс. Вы не могли бы навестить её? Уверен, для неё это многое значило бы. И молчание? Конечно, с радостью. Благодарю вас, мистер Прайс. Я передам ей. Уверен, она обрадуется. Спасибо, мистер Стюардес. Ммм, ясно. Да. Это какие-то глюки, реально. Просто глюки. Что это было? Офигеть. Вы, ребята, это видели? Это просто, ну... Блин, я не знаю. Капец просто. Я не знаю, как играть в эту игру? Это, короче, как хоррор. Или как, блин, реально психологический хоррор, который ломает мозг. А ужас просто. Ладно. Я промолчу. Хмм. Очередной кошмар. Да уж, ребята. Капец кошмар, блин. Ох, чёрт. Интересно, как там миссис Гудвин? Может, стоит навестить её ради собственного спокойствия? Ты чё, издеваешься? Дай мне одеться. Сначала мне нужно кофе. Оденусь позже. О май гад. Сколько можно это кофе? Ну ладно. Давайте нальём себе кофе. Без проблем. Я не знаю, тут нужно сохраняться или нет. Но... Ах, моя новенькая кофемашина. Делюкс 2000X748G3. Одно нажатие кнопки и всё готово. И больше никаких поисков воды. В странных местах. Прекрасно, что... Что тут сказать? You fucking serious? Кто бы это мог быть? Здравствуйте, Прайс. На проводе. Мистер Прайс. Это Стюартс. Я звоню из дома престарелых по поводу миссис Гудвин. Всё. Всё в порядке? У неё случился инсульт. Но всё хорошо. Блин. Давайте я угадаю. Она попросила, чтобы я навестил её? Впечатляет, мистер Прайс. Так и есть. Для неё это многое значит. Обдумайте это, пожалуйста. Конечно. Я приду к ней. Спасибо, мистер Прайс. Я передам ей. Спасибо, что позвонили. What the fuck? Ну, блин, ну это что? Офигеть. Кажется. Сколько можно? Алё. Родители мои. Привет. Ну, сколько можно ко мне ходить уже? Я не могу понять. Ха-ха-ха-ха. Ты права, дорогая. Никогда не забуду этот день. О, смотри, милый. Это же наш малыш. Я вижу, дорогая. Сынок. Ничего, что мы налили себе кофе. Эта кофе куда вкуснее. Ничего страшного. Раз уж вы тут, значит, хотите сказать что-то важное. Верно, сынок. Кажется, ты по-прежнему жаждешь на живых ценой благополучия других. Твой отец хочет сказать, что ты постепенно теряешь себя. Думаю, я понимаю, о чём вы. Но я не могу всё бросить. Я так близок к успеху. А миссис Гудвин? Мы слышали, у неё всё не так радужно. Не думаешь, что лучше бы она была у себя дома? Знаю, но чувствую себя отвратно. Возможно, ты поймёшь, если увидишь последствия своих поступков. Тебе стоит проведать, миссис Гудвин. Проведать. Сори. Эй! Не надо давить на меня. Надо, сынок. Мы думаем о том, как будет лучше для тебя. Простите, я знаю. Видишь, в тебе есть сострадание, милый. Да. Боже, я схожу с ума. Ладно, соберись. Соберись! Запивай кофе и одевайся. Нужно сохранять рассудок ясным. Да факт, блин. Пей уже кофе и идём. Чертовски хороший кофе. Ладно, одевайся и иду. Амда. Это вообще просто эпик, ребята. Наше подсознание всё повторяется. Так, надо навестить миссис Гудвин. Надеюсь, с ней всё хорошо. Блин, надо было сохраниться. Ой, я придурок. Ладно. Забей. Капец. Фейл. Ну, да ладно. Я не думал то, что, ну, видите, как бы, это всё повторилось. Я думал, как бы, ну, реально повторяется. Оказывается, надо было сохраниться. Так, я отправился к миссис Гудвин. Я ненавидел себя. Но, быть может, если я встречусь с ней, то обрету, наконец, покой. У престарелых весь тюбель. Эй, есть тут кто-нибудь? Я пришёл навестить миссис Гудвин. Вот тебе и обслуживание. Так, какие-то ребята сидят. Смотрят телевизор. Точнее, это дед с бабушкой, наверное. Смотрите, дед в коляске. Блин, жалко. А белый шум. Неудивительно, что эти ребята выглядят такими потерянными. Да. Хм. Извините. Можно я тут пройду? Как об стенку горах. Спит, как ребёнок. Блин. О, сохранялка, сохранялка. Давай, давай, давай. И, отлично. Так, что тут? Дом пресверил с коридора. Так, здесь не пройти. Ладно. Не пройти, как не пройти. Дом престарел. Четвёртая комната. Что это за программа такая? Лучше не трогать. Окей, я не буду трогать. Тут в этой комнате ничего нету. Давайте вернёмся сюда. Картошка, картошка, картошка. What the fuck? Картошка! Я отказываюсь. Больше ничего не буду готовить. Готовить. Ни за что. Картошка? Мой талант пропадает зря. Я отказываюсь. Мне нужны ингредиенты получше. Было бы неплохо, если бы мне хоть раз дали мясо. Проваливай. Убирайся. What the fuck? Так, подожди. Чё за бред? Так. Сейчас мне нужно мыть... Не нужно мыть руки. Ладно. Так, я не люблю ходить в общественные туалеты. Ладно. Так, вы видели, кто-то бежал, блин? Чё за бред, ребята? Вообще, это... Капец. У меня слов нет. Чувак, давай поговорим. Привет. Я раздражён. Картошка. Она везде. Да, я нечаянно... Подслушал ваш разговор. Они твердят, что это в целях экономии. Да. Этим людям просто необходима нормальная еда. Я не могу кормить их только картошкой. Мне жаль. Да, оставьте меня в покое. Да, это повар. Смотрите. И там бабушка какая-то только что на него кричала. То, что это картошка. Это картошка. Капец, короче. Это эпик. Давайте сюда зайдём. Заперто, да? Так. Давайте дальше пойдём. Блин. Капец. Вот. Вот реально. Это игра. Вот непредсказуемая. Просто вообще жесть. Так. Так, мы сохранились. Отлично. Есть кто живой? Тишина. А, что за дверь? Кажется, я что-то слышал. Эй, сынок. Не окажешься реку-услугу? Простите, а вы кто? Уборщик. Карпентер. К вашим услугам. Меня зовут Прайс. Приятно познакомиться. Конечно, что вам угодно. Я тут был занят кое-чем. Но неожиданно отрубилось электричество. Мне кажется, это автоматический переключатель барахлит. Возле кухни есть щиток. Можешь в нем покопаться. Ну, кажется, я не особо спешу. Так почему бы и нет? Спасибо, сынок. Я тебе за это даже свой ключ одолжу. Только никому не говори. Вы взяли ключ. Хорошо, скоро вернусь. Так, ребята, короче, давайте на этом закончим. Смотрите, вы сами все видели, капец. Это серия достойно лайка, реально. Просто такой эпик был. Ну, реально мозг взорвался просто у меня. Я не могу понять. Это просто психологическое давление такое. Короче, ребята, если вам понравился этот видеоролик, поставьте лайк, подпишитесь. Также нажимите на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Потому что сейчас YouTube как-то сократили возможности своих любимчиков, подписчиков. Ой, точнее, своих этих блогеров там, летсплейщиков. И там не показывают видео то, что... Потому что, не знаю, YouTube так сократили и что. Из-за этого надо нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать видео. Так что, ребята, пишите комментарии. Всего хорошего вам всем. Пока. А мы продолжим следующей серии.